Всем привет! Сегодня у нас с вами будет обзор на бренд, о котором никто не говорит. И нет, я здесь имею в виду не бренды, чье имя нельзя называть, потому что у них плохая репутация. По моему мнению, об этом бренде просто забыли, и у меня такое впечатление, что никто не говорит об этом бренде, никто не показывает новинки этого бренда. И если лет пять назад он был крайне популярен, и очень многие его считали одним из самых достойных брендов, то сейчас как будто просто о нем никто не слышит. И я имею в виду бренд Art Deco. Вспомните, насколько у них была популярна база под тени, все просто сходили по ней с ума. И еще, кстати, у них очень были популярны рефилы теней, и все собирали свою идеальную палетку. А после этого как-то вот... Так вот, у меня есть несколько новинок этого бренда, и сегодня я вам все это покажу в действии. И, кстати, небольшой вам спойлер. Тональная основа, которую я вам сегодня покажу, является вот просто полным, абсолютным аналогом более дорогой и супер популярной тональной основы. Поэтому обязательно досмотрите это видео, ну, где-то так до середины точно. Там все секреты будут раскрыты. Ну, а теперь давайте без лишнего промедления приступать к делу. Как видите, я уже начала делать макияж глаз и прерывалась, потому что дошло дело до консилера, а у меня есть новенький, который я хочу вам сегодня показать в действии. Это консилер от Art Deco. Называется он Perfect Taint Concealer. У меня это оттенок номер 12, Neutral Light. И вот, кстати говоря, из этой линейки у меня не только консилер, сейчас будет спойлер, у меня также есть и новая их тональная основа. Я не знаю, почему это одна и та же линейка, потому что, как мне кажется, по своей текстуре и по финалу, который мы получаем, это просто, ну, абсолютно два разных продукта. Но давайте сильно далеко не забегать. Начнем все-таки с консилера. Что касается оттенка, то оттенок достаточно светлый. Очень понравится тем, кто любит хайлайт делать в этой зоне. И вообще, вы знаете, этот консилер, на мой взгляд, это что-то типа YSL Tushikla. Вот если вы хотите именно подсветить зону, но при этом у вас есть хорошая база консилера, которая перекрывает все ваши несовершенства, то я думаю, что вам этот продукт понравится. И я, кстати, буду растушевывать пальцем, потому что так сохраняется максимальное покрытие этого консилера. Ну, по крайней мере, первую такую растушевку, как бы грубую, я буду делать именно пальцем. А потом, может быть, еще пройдусь спонжем для того, чтобы нигде излишков не было. Так вот, если вы полагаетесь на этот консилер как на что-то, что перекроет абсолютно все ваши проблемы под глазами, а я здесь имею в виду темные круги, может быть, какие-то вены или пигментацию, то я бы на вашем месте сильно не полагалась на этот консилер, потому что он легкий. При этом, как видите, оттенок он оставляет. Почему я и говорю, собственно, что если вы хотите именно освежить эту зону... Меня, кстати, очень часто спрашивают, как справляться с проблемой впалости вот здесь. Потому что у некоторых есть объем, то есть мешки под глазами, это другая история, а у кого-то наоборот, эта зона более впалая. И какие консилеры не наноси, все равно получается, что тут формируется тень. Вот эта тень как раз-таки корректируется вот так вот в два этапа. То есть изначально вы перекрываете какие-то недостатки ваши, а потом вы смотрите, где у вас осталась еще эта тень, и точечно, вот очень детально именно вот на эту тень наносите. И стараетесь именно похлопывающими движениями, чтобы не смазать, а именно оставить покрытие в этой зоне и нанести что-то более светлое, более яркое. Ну и, конечно, также хорошо работают в этом случае закрепляющие пудры, которые тоже с таким вот освежающим эффектом. То есть какие-то персиковые, если у вас более темный тон кожи, то это может быть банановая пудра, ну вот что-то в таком духе. Что касается просто способностей консилера, то я не очень довольна. Не справляется на 100%. То есть если я вот сейчас посмотрю и проанализирую, что я вижу, вот мне однозначно хочется добавить вот сюда консилер. Сейчас я дам его немножко подсохнуть, потому что если я сразу начну его растушевывать, он опять, знаете, так растворится в небытие. То есть вы его не увидите, просто получится, что скорее спонж его впитает. Вот, так, по-моему, стало гораздо лучше. Теперь все это дело нам нужно закрепить. Для закрепления я воспользуюсь пудрой Hourglass, потому что у нее еле-еле-еле такой желтый подтон. И как раз это то, что мне нужно для того, чтобы сделать эту зону более яркой. Как видите, я делаю что-то наподобие бейкинга. И, кстати, ненамеренно сегодня получилось что-то такое. Не просто обзор арт-деко, но еще и как корректировать зону под глазами. Излишки немножко сейчас почищу. И будем приступать к следующему этапу. А следующий этап это нанесение тона. Я вам уже его показала. Как я сказала, называется Perfect Taint Foundation. У меня это оттенок 16. Neutral Light Bisque. И почему, собственно, я так запарилась с зоной под глазами? Потому что обычно, если я использую какую-то легкую тональную основу, я не всегда уделяю настолько много внимания зоне под глазами, потому что иначе получится просто действительно. У меня, знаете, такие глаза-панды наоборот. То есть они не черные будут, они просто белые будут, такие круги. А все остальное лицо типа как натуральное. И почему я сказала, что эти два продукта абсолютно разные? Потому что консилер очень легкий. Такой, знаете, для тех, кто любит макияж типа за 5 минут, что-то там мазь-мазь, тыц-тыц. И все, я уже красивая, пошла себе по своим делам. Когда вот эта тональная основа для тех, кто любит действительно перекрыть все, что есть на лице и создать эффект нового лица. Я бы сказала, что покрытие этой тональной основы уже скорее ближе к плотному. Это либо среднее, либо плотное, если вы будете наслаивать. И, кстати, наслаивается она достаточно неплохо. Она не сказать, что плотная по своей текстуре. То есть, как видите, она достаточно жиденькая. Но при этом она очень хорошо перекрывает. И, вы знаете, я в последнее время пользуюсь практически всегда более легкими тонами. И после того, как я попробовала консилер, я думаю, а, ну, наверное, тон тоже такой легенький, какой-то такой приятненький. Я начинаю наносить, и я просто вижу, как, знаете, кусками моя кожа перекрывается и становится чем-то новым. И я такая, опа! Я, наверное, начну с небольшого количества, потому что я боюсь перегрузить лицо. Вот, посмотрите, надеюсь, вам видно. Все сразу перекрывается. Вот с тонюсенького слоя сразу получаешь эффект, как будто у тебя новая кожа. И что, кстати, приятно, с этим тоном можно также работать и как с консилером. Я вот так вот буквально капельку нанесла дополнительно на палетку. И с помощью вот такой вот синтетической кисти работала просто как консилер. И мало того, что все перекрывается, так еще и оттенок абсолютно совпадает с общим вашим тоном. Финиш у этого тона тоже очень красивый. Он ближе к такому бархатно-матовому. Что касается того, как он выглядит на лице. Его видно. То есть это не тот тон, который создает эффект второй кожи, как бы по виду. Это ни в коем случае не маска, ни что-то прям такое ужасно кошмарное. Но в то же время видно, ну, на мне нанесена тональная основа. И сейчас давайте, наверное, немножко прервемся. Я закончу макияж глаз. Может быть, нанесу что-то еще, чего у меня нет от Art Deco, что мы сегодня мы с вами обозревать не будем. И вернусь к вам, потому что у нас еще есть два продукта, на которые нужно сделать обзор. Ха-ха-ха, я вас очень нагло обманула. Не ожидали такого от меня? Ну, такая я коварная. Я к тому, что я, конечно, нанесла немного больше косметики на лицо. И мы готовы уже двигаться дальше. Но мы же забыли с вами поговорить еще о стойкости тона и об аналогах. Вот второе, кстати, более интересное, чем первое. Потому что, ну, как бы из второго вытекает первое. Что касается аналогов, то, на мой взгляд, более бюджетным аналогом является тональная основа от Maybelline. SuperState 24 часа стойкости. Очень похоже и по покрытию, и по текстуре, и по финишу, и по покрытию. Про покрытие, по-моему, я уже говорила. Если сравнивать по их составу, то у Art Deco в составе есть тальк. И вообще, в принципе, если посмотреть на состав, то здесь вода, дальше силикон, тальк, и дальше тоже очень много силиконов и прочих загустителей и так далее, которые создают вот именно такой вот более бархатный матовый финиш. И обычно такие формулы делают больше для комбинированной жирной кожи. Здесь же у Maybelline состав еще более силиконовый, потому что на первом месте не вода, а циклопентасилоксан, а потом уже вода, и дальше идут уже похожие ингредиенты, которые создают тот же финиш. Здесь выбирайте сами, что вам нравится больше, потому что это более силиконовая, и здесь циклопентасилоксан, который на первом месте, ну, скажем так, не самый лучший силикон. У него есть незначительный уровень токсичности, очень часто используется в косметике, это не то, что ой-ой-ой, вот этим больше мы не пользуемся, но в то же время из двух зол выбирайте меньше, потому что в этой тональной основе хоть и много силиконов, но конкретно этого силикона здесь нет, но зато в достаточно высокой концентрации здесь тальк. А теперь самое интересное. Знаете, аналогом чего выступает вот этот тон? Я имею в виду аналогом для более дорогой тональной основы. Fenty Beauty Pro Filter матовая версия. Я сначала просто ее достала, потому что, ну, вот она мне действительно напомнила то, как она лежит, как она держится, и все как бы вроде похоже. Потом я решила сравнить составы этих двух тональных основ, и что вы думаете, составы у них абсолютно, абсолютно, я имею в виду прям дословно идентичные. Единственная разница там как бы в верхушке состава в том, что два силикона, по-моему, поменены местами, то есть один идет чуть раньше, второй чуть позже, а у Fenty наоборот. Один чуть позже, второй чуть раньше. Но в то же время на общую формулу, как мне кажется, сильно это не влияет. И вот совсем неудивительно, что Ardeco мне очень сильно напомнил Fenty, поэтому если вы хотели попробовать Fenty, или если вы знаете, что Fenty вам подходит, ну, каждый раз заказывать, вроде немножко жаба давит, и в то же время неудобно заказывать, то знаете, что Ardeco это вот, ну, буквально то же самое. Это не просто аналог, который, знаете, похож по типу как Maybelline. Здесь состав совершенно другой, хотя общие какие-то характеристики совпадают. Ну, а теперь давайте двигаться дальше, и мы переходим к странному продукту, который у них называется Bronzer. Но на самом деле это нифига не Bronzer, вот просто ни разу. Называется этот продукт Glow Bronzer, и оттенок у меня Sunset Vibes. Протрем немножечко для более презентабельного вида. Упаковка очень красивая, как мне кажется, полностью соответствует летней коллекции, и внутри все тоже очень красивенько. Я бы сказала, уровня люкса 100%, хотя Ardeco это middle market, я бы не назвала его люксом. Цены вот именно такие вот средние по типу Lumine, по типу Гош, вот такая вот у них ценовая политика в среднем. Но скажите мне, пожалуйста, как вот этот продукт можно было обозвать бронзером? Я сначала подумала, ну да, вроде бы как, если присмотреться, вот какой-то такой вот солнечно-бронзовый оттенок вроде бы как есть. Но после того, как делаешь первый swatch, все это впечатление сразу улетучивается, потому что, ну это на 100% хайлайтер. Это ни разу вообще никакой не бронзер. И я бы даже сказала, что это хайлайтер такой достаточно темный, скорее он подходит для более загорелой кожи. Ну, соответственно, летом все для этих целей делается. В основном всегда все обыгрывается вокруг загара, бронзовой кожи и так далее. Так вот, для бронзовой кожи это действительно будет очень красивый хайлайтер. Мне именно формула таких хайлайтеров не очень нравится для лица, но она мне очень нравится для тела. Вот такие вот хайлайтеры потрясающе выглядят на теле. Если у вас какое-то красивое декольте, открытые ключицы, открытые плечи, не так, как у меня сегодня, то вот этот хайлайтер будет смотреться очень красиво. Что я имею в виду, когда я говорю про формулу? Знаете, эта формула такая очень жирная, по типу вот как, я не знаю, разные металлические тени бывают в палетках. Вот прям когда пальцем трогаешь, ощущаешь прям такое масляно-жирное какое-то ощущение. И почему мне это не очень нравится для лица? Потому что на лице обычно это подчеркивает текстуру. Наносить этот хайлайтер, как мне кажется, нужно вот такими вот вбивающими движениями. По крайней мере, первое, что вы набираете на кисть, лучше наносить именно так. Если сразу начать вот так вот сходить с ума, то ну вот сразу вылезет и текстура тоже. Если у вас есть хайлайтер в похожей формуле, то попробуйте вот именно такое нанесение. А потом, когда уже ничего на кисти нет, легкие такие как бы растушевывающие движения. И вот на видео, я уверена, сейчас смотрится красиво. И в жизни, в принципе, тоже ничего, но только если вот наносить именно так. И потом, как я вас учила, можно сверху еще тоже пройтись спонжем с остатками тона. Светится при этом очень сильно, то есть это уже ближе к металлику, но в то же время вот текстура нормальная сейчас выглядит. И последнее, что мне осталось вам продемонстрировать сегодня, это карандаш для бровей. Это тоже новинка, их называется он Брау Дюо. Вернее, это не карандаш, это действительно такое дуо для бровей, потому что с одной стороны это вот такой вот карандаш. Он, кстати, абсолютно не тонкий. Изначально, когда его только покупаешь, у него форма более такая треугольная. Но со временем, чем больше им пользуешься, тем больше это тупится и превращается просто в такой более грубый грифель. И также с другой стороны здесь пудра для бровей на вот таком вот аппликаторе. Оттенок здесь, кстати, нигде не указан, но я только что посмотрела в свой заказ, там оттенок указан 12-й Эбони. И как мне кажется, под мой текущий цвет волос он подходит очень хорошо. Абсолютно не рыжит. И в то же время он не светлый, то есть он достаточно темный. Но что мне не нравится в этом карандаше, это его текстура. Потому что он очень твердый и рисовать им очень неудобно. И когда он вот так вот тупится, про какую-то там волосковую технику вы вообще можете забыть. У вас получится, скорее всего, ну по крайней мере это получается у меня, просто заполнять общую форму по типу, как я бы это делала любой там, например, пудрой для бровей. И вот даже форму где-то подправить достаточно сложно. То есть если я хочу более острый хвостик, не получится у меня более острый хвостик. То есть я нарисую, как у меня получится, а потом там можно немножко подправить консилером, чтобы это сделать острее. Ну а что касается второй стороны, то я обычно не пользуюсь такими продуктами. Мне кажется, это больше для тех, кому нужно, знаете, вот прям забить цветом какую-то область. Может быть, если у вас есть какая-то проплешина где-то явная, и вам это не нравится, то вот такие вот продукты обычно хорошо заполняют проплешины, потому что они очень хорошо липнут к коже. Ну вот, за оттенок могу однозначно поставить 5 с плюсом. Очень удачный оттенок, мне нравится. Действительно для брюнеток, для холодных брюнеток, для жгучих брюнеток вот хорошо подойдет этот оттенок. Что касается общего впечатления от карандаша, ну где-то на троечку, наверное. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, это очень легко исправить. Можно всего лишь нажать на вот эту круглую иконочку вот здесь вот и стать частью нашего сообщества. Также сейчас YouTube предлагает вам другие мои видео посмотреть. Если вы их еще не смотрели, можете заценить. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.